Сказав до свидания городу-герою Тула, мы отправляемся в новое неизведанное для нас салое место, которое в народе называют Романцевские горы. Несколько раз в интернете мне показались фотографии, которые нас привлекли, привлекли наше внимание, и мы еще лет 5 назад поставили себе галочку, как-нибудь надо туда съездить. Потом у нас съездили в прошлом году дети туда, им понравилось, говорят, съездите, посмотрите, классно, клево, прикольно. А вашему котолету это будет еще прикольнее. Официально называется Ушаковские карьеры, недалеко село Кандуки, если надо по карте сориентироваться. И сейчас мы, когда приедем на место, я вам обязательно, как всегда, напишу адрес GPS. Да, и вот, по-моему, у Странника, клуб путешествий Странник, да, есть экскурсии выходного дня в эти места. У них есть экскурсовод, который живет где-то, то ли в Калуге, то ли в Туле, в общем, в этих местах, и он проводит сюда экскурсии. Мы тоже у него увидели. В общем, все это в совокупности сложилось и навело нас на мысль, а почему бы не съездить. А тут, как говорится, и Ясная Поляна, и в Туле погуляли, и вроде посмотрели по карте, по навигатору, где-то час езды. Ну, сомневались, сомневались, были у нас сомнения, может быть, не стоит. Потом, ладно, давай. Тем более, у нас с собой был дрон, наш был друг-католет, и мы подумали, что здорово, великолепно мы там сможем полетать. Вот это, наверное, было главной такой мыслью о том, что я решился, и мы сделали такой крюк, потому что можно было уже, в принципе, возвращаться домой. Ну, час туда, и потом еще такой, в общем, треугольник, целый треугольник у нас лишний получался. Зато какая осень! Дорога просто прелестна! В основном, практически до самого места, вот такая вот хорошая асфальтированная дорога. И только где-то километра, наверное, полтора-два будет, ну, не очень хорошая, вот такая вот, как видите, здесь. Немножко разбитая, без асфальта, но вполне приемлемая для четырех ваших колес вашего друга. Здесь есть импровизированные стоянки, адрес GPS абсолютно полный, я вам записал, куда можно проехать. Эти горы, вот сейчас Алла поднимается, они где-то высотой там 100-150 метров. Некоторые сюда заезжают на автомобиле, прямо на автомобиле, а некоторые даже, как видите, свадьбу здесь, свадебную фотосессию проводят. Очень не рекомендую, дорогие друзья, заезжать сюда на автомобиле. Во-первых, это опасно, вот видите, какие щелья, ущелья, здесь глина, здесь песок. А если, не дай бог, вы заехали наверх и пошел дождь, как вы будете съезжать? Это первое, на что хочу обратить ваше внимание. Второе, вот смотрите, где Алла бегает с парусом развивающимся, а я ей кричу, Алла, стой, Алла, стой. Она меня не слышит, потому что дикий ветер. А я ей кричу, стой, почему опасно, ребят. Вот видите, щели такие вот, ущелья, они некоторые небольшие, там 30-50 сантиметров. Некоторые метр, а некоторые там и 3-4 метра глубиной. Извините, переломать ноги элементарно. Поэтому, если вы будете, вы-то взрослые, все хорошо. А если приедете сюда с детьми, а с детьми сюда очень много приезжает, потому что, ну, реально интересное место. Будьте внимательны, держите своих детей за руку. Если дети уже о смыслном возрасте, предупредите, расскажите об опасности. Видите, какие щели? Смотрите. Конечно, сюда не стоит приезжать вечером во тьме, в полутьме, потому что вы вот эти щели можете не увидеть. Они на каждом шагу. Что здесь было? Здесь когда-то раньше добывали уголь, где-то в 60-х годах прошлого столетия. Лет 20 добывали, добывали, добывали. Потом где-то в 80-х, в начало 90-х годах бросили это дело. Видно, там или уголь кончился, или нерентабельно стало. И мать природа прибрала к своим рукам, прижала к теплой груди и сделала здесь вот такое уникальное место. Если бы не было вот этих чудесных, потрясающей красоты березок, можно смело с Илону Маску снимать здесь посадку на любимый им Марс. Я думаю, так он где-то и сделает, в конце концов, снимет Марс, да, что он там приземлился и так далее. А сейчас, ребята, мы, несмотря на этот сильнейший ветер, вместе с вами поднимемся, вместе с нашим другом, дроном, католетом и осмотрим эти местности сверху. Это было очень рискованно. Ветер был до 10 метров порывы. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дальше Субтитры сделал DimaTorzok Дальше DimaTorzok Дальше Дальше DimaTorzok Дальше DimaTorzok Дальше DimaTorzok Дальше 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 какие-то яблоки, яблоки из дома взяли, я включил наш мощный вертолет, годолет, и взлетаем. Вот видите, даже сверху, с высоты птичьего полета видно, какой сильный ветер, как трава вот эта ходуном ходит и шелестит вокруг нас. Здесь много озер, это все карьеры, брошенные карьеры, которые постепенно-постепенно наполнила дождевая вода, растаял снег, я не знаю, может быть, ключи какие-то бьют, вода чистая, говорят, здесь... Летом, да, укупаются. Летом купаются, да, и говорят, глубина здесь и 20, и 30 метров. И вот такой цвет воды, как мы видели с вами на том другом карьере, в километре отсюда, цвет воды говорит о том, что вода чистая. Осталось только приложить немножко усилий и спасти, спасти это красивое место. Вон там вдали, если видите, в левом верхнем углу, вот как раз те горы, где мы только что с вами были. А вот внизу, в центре, белая машинка, это как раз вот наша машина, здесь мы отдыхаем. Здесь много, вот когда я взлетел, посмотрел по сторонам, там, не знаю, десяток, 15 маленьких, больших озер. Кстати, ребята, знаете, что интересно? В этих озерах рыба водится, я не знаю, как она туда попала. А мы с Аллой устроили дискотеку. У нас в машине мощно заиграла какая-то музыка из 80-х годов, даже из 60-х, года нашей молодости. Италия, Италия заиграла. Года нашей молодости. Вот, и мы решили немножко потанцевать, а вы посмеетесь вместе с нами. Не, мы этой пряники, конечно же, не ели. Это Алла просто показывает то, что мы купили в Туле. У нас были с собой бутерброды, у нас в термосе был горячий чай. Немножко перекусив, мы отправляемся домой, потому что до Москвы ехать больше трех часов. Так как мы были на земле Льва Толстого, я нашел красивые слова. Дело жизни, назначение ее радость. Радуйтесь на небо, на солнце, на звезды, на траву, на деревья, на животных, на людей. Нарушается эта радость, значит, ты ошибся где-нибудь, ищи эту ошибку. И исправляй. Нарушается эта радость чаще всего корыстью, честолюбием. Будьте как дети, радуйтесь всегда. Лев Николаевич Толстой. И он был прав. Абсолютно, очень согласен со Львом, потому что и это является одним из девизов нашей семьи. Кстати, вы заметили, сейчас идет большая реклама, огромные машины большегрузные. В поддержку канала Владимира Кота пишут огромную букву КЭТ. И это правильно. Подписывайтесь на наш канал и не уходите далеко. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!